Значит, у нас в субботу было соревнование по ФП, есть люди, которые почему-то не пришли, есть люди, которые участвовали два раза где-то утром, как сами, вечером уже как в студии. Результаты уже есть, пока просто грамоты не распечатываются. Так вы же сказали, что не знаете результаты. Я результаты знаю, не спросил, грамоты распечатывал, а я говорю, нет, грамоты есть, не спросил. У нас в субботу, в конце недели будет открытый ринг. А вы это напишите вайдере? Я уже написал. Опа, на, вайдере для всех тренеров города Мариуполя. Это такие учебные поединки. Может кто-то с кем-то встретится уже второй раз, там кто-то третий. Будем стараться, чтобы если боксировали, то сейчас сразу не встречались. Те люди, которые не выступали, то один из вариантов это смотреть соревнования. Сейчас-то бывает, кто выступает, тот приходит, а не выступает, почему-то сидят где-то это самое. А Илья, может быть, полчаса? Так он всегда участвует, как бы, но не приходит. Его как бы записывают, он что-то там. И молчит. Если скажет, я не хочу выступать, то одно. Если выступает, то непонятно, почему не приходит. Я разговариваю, что выступаю. Ну, если ты взвешиваешься, взвешиваются те люди, которые выступают. И что, Анна, скажи им, что такое. Не, ну, если ты взвесился, так? Что это подразумевается? Просто у меня. Такой, говорит, я в школу хожу, но не учусь. Ну, ты же в школу пришел, взял учебники, тетрадки, говорит, а я не учусь. А что пришел? В столовой есть. У вас кто-то в столовой же и не питается даже. Бесплатный комплекс. Самый вот твой метод. Дальше, по деньгам, еще раз, если вы что-то не понимаете. Других сейчас группах здесь, в атлете, стоимость там 350-400 гривен. Специально сделали для боксеров, чтобы было дешевле. Те люди, которые выступают, платят 200 гривен. Те люди, которые победили области, призеры Украины бесплатно тренируются. Так что, как бы, такие моменты можно рассматривать, чтобы для семьи было полезнее. То есть, если ты не хочешь выступать, но будет дороже стоить. Что проблема? Выступаешь? А что ты боишься? Или еще что-то? Боится, время поджимает. Какое тебе поджимает время в субботу, утром? Другие занятия. Какие? Радиокружок. Ну, а воскресенье жуть? А что, воскресенье? Воскресенье ничего. Ну, так же, в воскресенье не пришел? У нас в воскресенье было соревнование. И ты не пришел. Нет, это просто человек знает и не приходит. То есть, можно какие-то варианты где-то отложить радиокружок, спросить какие задачи там и прочее. То есть, если у нас соревнований нет и радиокружки что-то нужно, ты тоже можешь и не прийти. Раз так делаешь, ну, дальше вы гонитесь за, не знаю, много дел пытаетесь сразу делать. Для чего тебе радиокружок? В технике разбираться. В какой технике? В телефоне играть. В машинах 73-го года? В машинах 73-го года лежу. Какая сейчас техника? Сейчас платы какие-то и прочее. Там совершенно все по-другому делают. Это тоже надо делать. Ну, так, как делает, кто это? Люди. Ну, может, завод. И он нас. Завод. А завод, как штампуют и все. По-моему, люди там просто ставят вот только. И то, это уже все автоматизировано. А я видел рекламу. Что, не так? Что, устарелки же? Лампочку крутить, да, скажи? Нет, выключатель поменять. Ну, поменяй, в чем проблема? А как еще? Это надо знать. Так, это радиокружок? Это в радиокружке? Платы учатся делать. Нет, так это в радиокружке изучают, как менять эти самые плезетки? Нет. Вот колонку, например, починить. Вот мне вот, да, учитель починил вот портативную колонку. А как починить свой телефон без... Ну, телефон подойдет, то самое лучше, изучай, как делать. И телефон буду изучать. Где ты будешь изучать? Потому что я делал кружок. Там же телефон не сделаю. Ну, там как... Ну, радио, радио сейчас уже выключили, радио нет. А ты его изучаешь. Как это? На радио, правда. Давай изучать машинку, на которой печатали. Да, да, да. Знаете, пишущая была, классовая. А, да, я знаю. Ну, давай изучать. Интересно же самому как-то сделать. О, да, у меня такая есть. Интересно же самому как-то сделать. Да, вот так. Не то, чтобы купить, ставить. Я с ним против просто ваш занятий. Если оно просто накладывается, у тебя какое основное занятие? Учеба, что еще? Семья и дальше, что в основное идет? Бокс. Спорт. Спорт. Так, если выступаешь, значит, у тебя не основное занятие? Я же спортом все равно занимаюсь. Спортом ты занимаешься? Ты занимаешься физкультурой. Человек, который выступает в соревнованиях, тогда он спортсмен. Человек, который занимается просто физкультурник. То есть спортсмен это тренируется, чтобы был результат какой-то. Дальше. Для вас в будущем, если человек становится кандидатом мастера спорта и выше, он поступает без ЗНО, университет по это самое, педагический на физбоск или физкультуры. Слышали, нет? Да, бесплатно. Ну, бесплатно не знаю, но без ЗНО. Это тоже тот самый, какой-то момент. Дальше. Если у тебя высшее образование, то другой институт тебе ЗНО не нужно сдавать. Ты уже просто доучишься года два. Если у тебя высшее образование уже есть, и ты немножко там учишься. Там берут на третий курс, на третий, наверное, чаще. Ну, там, допустим, на контракт уже, но все равно, что ты потом высшее образование можешь получить. Образование будет второе. Ты можешь сейчас по ходу и тренировать, там, и прочее, какие-то вещи делать. Вы пока сейчас занимаетесь спортом, вы приобретаете себе образование. У меня так образование приобреталось, я с 10 лет тренировался, как вы. Кто-то раньше еще начал. А 20 лет стал тренером. У меня было средне техническое образование, раньше можно было, плюс мастер спорта. И давало сумме выше. Сейчас только высшее нужно специально иметь, чтобы тренером стать. То есть, в какой-то момент можно такое же сделать. То есть, отдался как бы в спорте и поездил по всей Украине, там, по миру, там, и по ходу. Понятно. Кто едет у нас в этот самый? В Израиль. В марте. Сколько денег берут ли и вообще? Первое, это, чтобы боксером был. Второе, это боксерский, не боксерский, а загранпаспорт, чтобы был. Ну, наверное, я не поеду, если загранпаспорт. А это... Ну, загранпаспорт делается в течение месяца. Ну, загран есть. Ну, и наличие 12 тысяч гривен. Ну, загранпаспорт, что? Загранпаспорт, скажем, 12 тысяч гривен. Ну, если это вайбере ссылка, я сбрасываю. Вот это же, чтобы просто родители тоже послушали, о чем говорят их детям. Ну, если ты хорошо учишься, хорошо боксируешь, то есть, все нормально. То есть, это, что бы и не поехать посмотреть. Тоже географию, какую вы изучаете на уроках. Нормально. То есть, прилетел, посмотрел и понимаешь, что это самое, какая у нас земля, у нас чернозем, и какая там песок и камень. Вот летишь там, смотришь, все желтое, скалы из песка, и люди там делают азисы. Это не прикольно, это просто скала, представь, ее берут, выбирают. Огромнейшая гостиница построена, и пальмы, там, цветы и прочее. Мирланд, море. Ну, море рядом красное как раз. Как раз мы на Красном море и загораем. Температура 35 градусов. Ну, так, на всякий случай же. Значит, еще раз. Вы должны, вот почему боксировать? Вы боксируете, сейчас проводите рейтинговые бои. Чтобы потом поехал, выиграл международный турнир, там, в Израиле. Там 10 стран в этом году должно быть. В том году были и казахи, литовцы. Россияне, ну, Израиль и Украина. Мы там выступили, у нас два первых было места. А тут я не помню, кто стал. Второй мой. Так что. Ну, нормально выступили. Второе место еще было. Два первых и одно второе. Такой победитель международного турнира. Провел столько-то боев международных уже, как пишется. Так что. Думайте. Думать под этим следует. До встречи.